Накануне президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев в Международном конгресс-центре огласил ежегодное послание парламенту. Здесь же был объявлен 2020 год годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. В своей речи глава государства коснулся практически всех сфер жизни страны и дал поручения по решению конкретных задач. Были обозначены главные цели во внутренней и внешней политике государства. В мероприятии приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Али Маджлиса, руководители правительства, министерств, ведомств и организаций. Как отметил президент, жизнь ставит перед нами всё новые и новые требования. Вместе с тем открываются большие возможности для осуществления ещё более глубоких преобразований. А демократические реформы единственно правильный для нас путь. И всё более глубоко утверждается новый принцип – инициатор реформ самообщества. При этом начаты глубокие структурные преобразования в энергетике, нефтегазовой промышленности, геологии, сфере транспорта, дорожного строительства, сельском и водном хозяйстве и ряде других отраслей. Своей всеобъемлющей повесткой, масштабными задачами программный доклад руководителя страны вызвал большой интерес. Поистине историческое выступление было. Настолько для нас было ново. Изложенный президентом программа – это такие обширные планы и в области образования, и в области социальной сферы, начиная от восстановления детских садов, школьное образование, высшие учебные заведения, пенсионные проблемы. Очень много внимания было уделено экономике. Президент озвучил еще раз то, что он на защите предпринимателей строительства. Уважаемый президент отметил, что в короткий период, это в течение последних 3-5 лет, Узбекистан должен снижить свою инфляцию до 5% годовых. Это означает, что если мы перейдем в инфляционное таргетирование, экономика будет развиваться. Естественно, если инфляция будет ниже, чем 10%, это уже показывает, что у населения тоже будет доверие к национальной валюте. Наш уважаемый президент говорил про банковскую финансовую систему. Из-за того, что мы не думали о цифровизации экономики, банковская система остала от зарубежных стран на 10-15 лет. К чему приведет цифровизация экономики? Это, во-первых, приведет к транспарентности всего бизнеса, транспарентности всей экономики. Естественно, это снижит теневую экономику. А если теневая экономика снижится, значит, валовый внутренний продукт страны повисится. Президент также отметил про развитие капитального рынка. Это очень огромный шаг. Если завтра у нас капитальный рынок или фондовый рынок будет развиваться, у нас тоже все бизнесы, элиты, все население будет думать, как же у нас сегодня акции, как у нас, как у Доу Джонса, как у Никея. Естественно, это все приведет к развитию всей экономики, к оздоровлению экономики. Это к чему приведет? Это приведет к благосостоянию населения. То, что наш уважаемый президент сегодня подчеркнул в своем послании, он говорил, я все это для себя написал, это будет для меня планом на дальнейшие пять лет. Особенно волнительное обращение было, потому что я понимаю, что президент обращался и ко мне в том числе. И выборы, которые прошли совсем недавно под лозунгом «Новый Узбекистан, новые выборы», сформировал новый парламент, членом которого я являюсь. И, безусловно, президент в своей речи показал, что самая главная задача – это повышение благосостояния нашего народа. И на нас, на депутатах, лежит большая ответственность оправдать то доверие, которое оказали нам наши избиратели. Меня очень порадовало то, что сегодня у нас в стране действительно уделяется очень большое внимание межнациональным отношениям, толерантности. И то, что президент наметил провести у нас в стране неделю дружбы, показывает, насколько высока государственная политика в отношении межнациональных отношений. Президент назвал 2020 год годом науки, просвещения и развития цифровой экономики. Для сельского хозяйства без науки мы не сможем быть конкурентоспособными. И второе – цифровизация нам поможет, во-первых, улучшить качество наших услуг, во-вторых, ввести в аграрное направление точечное земледелие. И мы сможем использовать больше таких и финансовых инструментов, где страхование, и банки, и другие ведомства могут получать в целом информацию о сельском хозяйстве. К концу 2020 года мы сможем реализовать наш потенциал. Этот год будет трансформация сельского хозяйства с административной на рыночную экономику. Для фермера это даст возможность получить больше прибыли. Перед нашим министерством были поставлены несколько задач. И основные задачи – это создание новых рабочих мест. Как огласил наш президент, уважаемый, мы планируем в этом году создать новые рабочие места в количестве 500 тысяч единиц. Соответственно, со стороны нашего министерства будут сформированы несколько работ по нескольким направлениям. Это, в первую очередь, обучение нашего населения по профессиям, по перекликации. И также обучение нашей молодежи, женщин, предпринимательским различным свойствам и обучение их вести предпринимательскую деятельность. В этом году будет примечено очень большое количество предпринимателей на основании инвестиций, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест на местах и в отдаленных районах нашей республики. В обращении особым, я бы сказал, красной нитью проходило вопросы, проблемы, экологические проблемы. Наш президент особо подчеркнул, что за последние несколько лет проводится крупномасштабная работа по облесению осушенного дна Арала, по благоустройству и созданию более новой инфраструктуры в зоне при Арале, которая не имеет аналогов в мире. И в то же время перед нами, перед экологами и перед экологической партией были поставлены задачи по разработке новых законов об экологическом аудите с привлечением международных, зарубежных экспертов в подготовке закона об экологическом кодексе. Было особо также подчеркнуто вопросом рационального использования водных ресурсов, а также создание зеленых поясов в зоне при Арале вокруг городов, таких как Нукус, Хива, Ургенч и многое-многое другое. Спасибо. Спасибо.